К разговору в студии Санкт-Петербурга присоединяется Николай Новопашин, классический хирург. Николай, добрый вечер. По СМИ прокатилась информация, что ожидается дефицит грудных имплантов. Они нужны ведь порой и по медицинским показаниям. Импланты подорожают? Продолжают поступать вообще в учреждения? Здравствуйте. Ну, что могу сказать? СМИ правы, хотя бы отчасти, потому что дефицит имплантов есть. Но, как я понимаю, он связан сейчас в основном со сложностью доставки. То есть возникли новые сложности доставки. Ну, я общался с нашими поставщиками. Говорят, у них там проблемно завозить. Ну, вот не все, но уже некоторые завозят. Соответственно, количество имплантов сейчас очень сильно уменьшилось на складах. То есть кто-то скупил уже в самом начале секса выйдет, кто-то просто постепенно эти импланты в течение полтора месяца проскупали. Дефицит имеется. Цены повысились. Был скачок падения рубля очередной. Соответственно, все цены привязаны к доллару и евро. Соответственно, цены выросли в полтора раза. А отечественные импланты есть? И если да, то какого они все-таки качества? Нет, на данный момент имплантов отечественных нет. Вообще они были. Даже я один раз удалял отечественные импланты. Ну, там была коррекционная операция спустя много лет. Там лет 15 назад была операция. И эту операцию я делал тоже лет 5-6 назад. То есть, соответственно, эти импланты были установлены уже 20 лет назад. На тот момент, по всей видимости, какие-то экспериментальные импланты в России изготавливали. То есть он внешне выглядел как имплант силиконовой оболочкой, а внутри наполнен, по всей видимости, глицерином. Но сейчас таких импланты... Ну, я их вообще вживую ни разу не видел, чтобы их продавали. То есть такой случай попался один раз и все. Вообще российских имплантов нет, насколько мне это известно. Всех интересуют цены. Как вообще цена изменится в конечном прайсе на услуги? Вообще всегда там под 40-50% операции стоимость семи имплантов составляла. То есть все остальные услуги стоят равнозначно. А поскольку они подорожали, соответственно, все подорожало достаточно сильно. Ну, по-разному. Мне кажется, в среднем на 50-70 тысяч, это минимум. Был ли наплыв пациенток, желающих успеть сделать по старому прайсу и до прогнозируемого дефицита? Так, ну, как бы наплыв пациентов был. Ну, я не скажу, что в общем количество операций это сильно выглалось из стандартных весеннего объема. Весной всегда операций больше, как-то перед летом, чтобы люди так вот стараются что-нибудь сделать. Вот. То есть люди такие приходили, но общее количество операций, я бы сказал, стандартно весной всегда больше. Вот так и было. А что касается непосредственно оборудования, оно у вас импортное, как быть в случае необходимости ремонта? Оборудование, да, понятно, много достаточно импортного, но из импортного много хорошего китайского оборудования. Есть, ну, не очень много, но есть российское оборудование, которое тоже используется. Поэтому, если импланты, а не только иностранного производства, то оборудование, оно всякое разное. Вот. Поэтому с ним нету пока больших сложностей. Вот вопрос, вы все правильно спросили, когда будут какие-то поломки европейского в основном оборудования, может быть, американского также. Вот это будет все выясняться в процессе, потому что эти проблемы, они же возникают не сразу же. Вот у нас какие-то, что-то внешняя обстановка поменялась, и у нас возникли проблемы. Нет, там спустя, может быть, год, там, два, даже там, больше, что-то начнет ломаться. И вот будет понятно, как мы это все будем чинить. Спасибо. На связи со студией Санкт-Петербурга был Николай Новопашин, пластический хирург. Спасибо.